Внутри клетки из бронированного стекла толщиной в 3,5 миллиметра никаких правил. Стальные глазиаторы весом до 110 килограммов соревнуются в мощи, скорости и маневренности. За трехминутный поединок железные машины делают все ради победы и не щадят соперника. В ход идут титановые когти, клыки и пилы. Сила такая, что металлические листы гнутся и рвутся. И каждому второму участнику требуется капитальный ремонт. В ремонтной зоне кипит работа. Здесь восстанавливают поврежденных бойцов. Битва роботов – это не только шоу, но и наука и технология. Популяризировать робототехнику. Мы хотим, чтобы больше ребят молодых, молодежи участвовало в такого рода проектах. Задача участников чемпионата – придумать и сконструировать робота по требованиям регламента, а затем управлять им, чтобы выиграть в поединках. Прямое попадание в профессии. Большое количество по стране кружков робототехники. И здесь кульминация, потому что это соревновательное действие. И здесь самый пик технической, технологической мысли, если хотите. В международном формате чемпионат проходит впервые. Участвуют роботы-иностранцы из Турции, Индии, Китая. 13 команд российские, одна из которых с женским лицом. Это все на самом деле у нас пошло от наших мальчиков, которые целыми днями пропадали в гараже, не уделяли нам внимания. И мы решили, что давайте-ка мы тоже соберемся, сделаем робота и встретимся с ними на ринге. В итоге главный приз, кубок победителя и 3 миллиона рублей отправились в Китай. Мы впервые выступили в России, проверили, как чувствовали себя на мировой арене. Секрет нашего успеха в сплоченности. И вместе с тем каждый знает и хорошо выполняет свою работу. Нынешние соревнования стали отборочным турниром для суперфинала, который пройдет в рамках мультиспортивных игр будущего в Казани уже через два месяца. Битву роботов сделают ежегодным международным чемпионатом. Для этого подпишут соглашение с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией и Турцией. Никита Натапов по материалам CGTN.